Новоуральцы контролируйте счета. В Новоуральском округе прекратила свое существование организация НУЭСК – Новоуральская энергосбытовая компания. Теперь перечислять средства за электроэнергию нужна новой компании МРСК Урала. Если авант за август будет перечислен НУЭСКу, то возвращать средства придется через суд. Проще всего тем, кто платит коммуналку через ТСЖ или управляющую компанию. Им нужно проверить реквизиты в квитанции. А вот сложнее владельцам садовых домиков, гаражей, частных домов и коттеджей. Им нужно самостоятельно заключить новый договор с МРСК Урала и не допустить авансовых платежей НУЭСКу. Такая процедура касается и юридических лиц. Что нужно сделать, чтобы не попасть в просад? Об этом в эксклюзивном интервью Новоуральской вещательной компании рассказал заместитель директора МРСК Урала Свердлов Энерго Иван Кокшаров. Иван Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Повод для встречи у нас достаточно серьезный. В Новоуральском округе грядут большие изменения. Один гарантирующий поставщик сменяется другим. Насколько нам известно, рубеж это 1 августа. По решению Минэнерго сменился поставщик. Если раньше это был НУЭСК, Новоуральская энергосбитовая компания, то теперь это гарантирующий поставщик МРСК Урала. Скажите, как будут происходить изменения в Новоуральском округе? Да, еще раз добрый день. Значит, в соответствии с приказом Минэнерго Российской Федерации от 25 июля номер 595 статуса оптового рынка лишилась ООО «Уральская энергосбитовая компания». Данный статус был передан с 1 августа МРСК Урала, как вы отметили. Данный статус действует на период проведения конкурсных процедур. И по итогу конкурсных процедур будет заходить профессиональный участник, иной гарантирующий поставщик. И этот срок действует не более 12 месяцев. Если какие-то конкурсы будут откладываться, либо еще что-то, то сроки будут продляться. То есть не более 12 месяцев и по итогу проведения конкурса. Значит, с 1 августа, да, мы гарантирующий поставщик МРСК Урала на территории Новоуральска. Значит, что хотелось бы отметить. Для потребителей информация, которую нужно знать. Порядок будет у нас организован следующим образом. То есть мы планируем, пока ведем работу по сохранению расположения сотрудников в том же административном театре, у них находится, 1 майская 76. Там же мы планируем, чтобы люди сохранились, занимаемся переводом людей. То есть и коллектив планируете сохранить? Коллектив максимально, да, максимально планируем сохранить. То есть и задача, конечно, самое главное, чтобы потребители Новоуральска не почувствовали этого перехода. Что для этого делается? Конечно, мы информацию публикуем в СМИ на сайте, на официальном, на сайте администрации города. Эта информация уже опубликована. Значит, мы планируем в рамках федерального закона 44-го по бюджетным организациям, мы обязаны новые контракты заключить. Планируем на этой неделе начать выдачу этих договоров. По остальной категории юридических лиц, я отмечаю внимание, значит, мы планируем сделать смену сторон по договору. Это имеется в виду индивидуальные предприниматели? Это, да, это юрлица, все индивидуальные предприниматели ООО, значит, их 725. Всего юридических лиц. То есть здесь мы планируем, в принципе, сделать смену сторон по договору. И в случае, если что-то будет не получаться, ну, будем смотреть, соответственно, также мы планируем выдать новые договора, если понадобится. По физлицам самое главное, что хотелось сказать, здесь договора не требуется оформлять никаких, здесь потребители получат квитанции за август месяц, в сентябре, примерно до 10-го числа сентября получат квитанции с реквизитами МРСК Урала. По физлицам таких потребителей 1055, значит, квитанции, которые получали от НУЭСКО, они получат в августе или уже получили кто-то от НУЭСКО за июль. То есть за июль физлица должны заплатить в адрес НУЭСКО. До 31 июля должны заплатить НУЭСКО? Да, да, да. А что касается авансовых платежей вот за август, как здесь быть? За август. То есть если мы физически будем успевать и выставить текущие платежи, то мы выставим. Ну, в принципе, потребители имеют в рамках закона, сроки определены, суммы определены, могут оплачивать уже по нашим реквизитам авансовые платежи в наш адрес за август месяц. А вы будете оповещать каждого? Или как вот люди? Ну, работа по населению. Не получится ли двойных квитанций? Смотрите, как бы нужно немножко разделить вопрос. Если мы разделим по юрлицам, здесь они получат новые договора, и они получат новые счета, фактуры, счета в сентябре за август. Здесь как бы, ну... Вопросов нет. Да, вопросов нет, просто время надо, чтобы все это дело оформить. 725 договоров нужно, значит, все это дело подготовить. А что касается физлиц, нужно немножко разделить вопрос. То есть те потребители, в первую очередь, многоквартирные дома, которые, по которым управляющие компании или БТСЖ выставляли им квитанции, они так и сохранятся, значит, мы будем заключать с этими управляющими компаниями и БТСЖ договора, и ту же схему расчетов, которая была по управляющим компаниям БТСЖ, она сохраняется. То есть, в принципе, жители будут оплачивать по счетам, которые получают они от управляющих компаний БТСЖ. Вот. Мы говорим только про те квитанции, где мы будем выставлять, там, в основном, это частный сектор, конечно. Здесь уже напрямую выставлялись... Вот эти 1055 человек. 1055 человек, все правильно вы говорите, да. То есть, с ними будет вестись работа отдельно? Да, напрямую, с каждым, да. То есть, сегодня, грубо говоря, каждый может взять, значит, квитанцию, которую он предыдущий оплачивал за июнь, и увидеть, кому он платил. Если он платил управляющей компанией БТСЖ, то, в принципе, он будет дальше так же оплачивать. Если он платил НУЭСКО, ну, главное, чтобы он сегодня получит квитанцию, возможно, была переплата или еще что-то, да, то есть, ему нужно остаток задолженности заплатить, если такая есть. То есть, если кто-то переплатил, ну, бывает такое, то необходимо в соответствии с законодательством обращаться в НУЭСКО по возврату средств, которые были оплачены уже за август. Это уже каждый должен самостоятельно эту работу проводить. А есть ли в Свердловской области уже прецедент, где такая процедура была проведена? То есть, от одного гарантирующего поставщика уходили к вам? Да, на самом деле, это не новый процесс, который у нас на территории области. Это уже было у нас по Тагилу и Невьянску, по Нижнему Тагилу и Невьянску. С 1 апреля такая процедура проводилась. Насколько она была болезненной или, наоборот, безболезненной? Вот насколько существенна для людей? Я думаю, все смотрят новости, все прекрасно читают в интернете. То есть, шумихи как таковой не было. Все спокойно, плавно, перешла процедура. Значит, работу провели сотрудники, работу сохранили. Сотрудники, которые работали в предыдущем организации, перешли также к нам. Работают потребители. Самое главное, цена не меняется, еще акцентирую внимание. Цена какая была, такая остается. То есть, роста не будет цены. То есть, здесь как бы никаких проблем нет. Все то же самое, как было. Росты люди могут не переживать. Да, это самое главное для жителей Новоуральского округа. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Приехали в Новоуральский округ. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин